Огромный металлический каркас, а под ним идут оживленные строительные работы. Это будет двухэтажное здание с общей площадью свыше 4000 квадратных метров. Помимо ледового катка здесь расположатся залы для хореографии, силовых тренировок, административных помещений, а также 180 зрительских трибун. Ледовый дворец в Карачаевске – первый подобный объект на территории республики. Уже совсем скоро он предложит детям целый список новых спортивных секций. Любителям активного отдыха новые варианты для досуга, а любителям зрелищных представлений – новую площадку для массовых мероприятий. Не случайно жители Карачаевска, да и всей республики уже проявляют необычайный интерес к новому ледовому дворцу, которого так не хватало любителям зимних видов спорта. На сегодняшний день популяризация именно зимних видов спорта, она будет очень в потребности для жителей, она нужна. И здесь мы можем рассчитывать на такие виды спорта, как хоккей, например, да, конкобежный спорт. В будущем планируется также привлечь специалистов, которых будут обучать наших детей. Пропускная способность ледовой арены для массового катания составит 230 человек, а единовременно тренироваться на катке смогут до 50 желающих. Проект комплекса, предназначенного для ежедневных физкультурно-оздоровительных занятий, уникален. Центром дворца станет ледовая арена площадью 2000 квадратных метров, предназначенная для соревнований по хоккею, фигурному катанию и конкобежному спорту. Помимо всего перечисленного, еще одним достоинством нового здания будет его качество. Это будет очень качественным помещением, потому что все делалось на заводе, все делалось именно по проекту. И я думаю, это будет одно из лучших зданий и одно из лучших строительных комплексов Карачаево-Черкесской республики. Решение о строительстве первой в республике ледового дворца принадлежит главе Карачаева-Черкесии Рашиду Тимрезову. Напомним, на 2022 год в регионе было запланировано строительство сразу девяти физкультурно-оздоровительных комплексов. Если верно, что спрос порождает предложение, значит в нашей республике на спортивные объекты спрос населения необычайно велик. Хаджи Байрамуков, Ливан Дадзамя, Архэс 24